Девчонки, всем огромный привет! И сегодняшнее видео у меня будет влог, потому что очень часто их просят. Но я, честно говоря, не вижу смысла снимать их каждый день, потому что каждый день в жизни ничего такого особенного не происходит. Но бывают такие моменты, тогда я, конечно же, снимаю. Но сегодня я вам покажу пару посылок, которые мне пришли. Также расскажу, с помощью чего я делаю вот так волосы, потому что в последнее время, когда я стала появляться именно с такими волосами объемными, когда видно волны какие-то, меня стали спрашивать. Но чисто технически я вам ничего не могу показать, потому что я просто не придумала, как это сделать. Это будет выглядеть вот так, что, девочки, возьмите утюжок, накрутите волны, сзади зацепите двумя крабиками. Вот и вся моя укладка. И особо сложного мне ничего нет, да и показывать тоже нечего. Если я придумала, как это можно обыграть, чтобы можно было действительно сделать как-то в виде урока это, то я обязательно сделаю, потому что волосы это далеко не мой конек. Вот если я что-то умею, допустим, там макияж глаз делать, то я его снимаю. Но если я с волосами делать ничего не умею, там кроме начеса, и, ну, все, по-моему, косу могу заплести, то мне пока показывать нечего. И у меня длина волос пока ни туда, ни сюда. То есть даже не могу сказать, что они средней длины, потому что они достаточно короткие для того, чтобы делать какие-то прически. Также вам покажу сериал, который я стала смотреть. По-моему, даже по вашим советам. Первой серии, когда я смотрела, я думала, боже, что это? Как я вообще могу такое смотреть? Но потом со временем он мне очень понравился. Я уже говорила, что мне не нравятся сериалы, в которых много пошлятины, но в последнее время я понимаю, что мне на самом деле такие сериалы нравятся, и на эту пошлятину я уже как бы не обращаю даже внимания. Хотя вот в этом сериале, который я смотрю, его просто предостаточно. Хорошо, что я смотрю его одна, как бы без Жени, потому что, ну, не знаю, мне бы, наверное, было как-то неловко, что ли. Также я посмотрела сейчас сериал «Реальных пацанов». Я не знаю, может быть, кто-то смотрит русские сериалы типа «Интернов» либо «Физрука». Вот это нечто подобное. Я раньше вообще зарекалась просто русский сериал не смотреть, потому что я их терпеть не могу. Мне не нравится, как они снимаются. Мне кажется, все такое бездарное, безвкусное. Но, честно говоря, вот этот быдло-сериал «Реальные пацаны», там снимаются те, кто играет в КВН. Он меня просто покорил. Ну, там серии идут по 20 минут. Вот мы с Женей 7 сезонов просто взахлеб посмотрели. За пару ночей было безумно интересно, когда плохое настроение, плохая погода, он настолько расслаблял. Не хотелось ничего серьезного такого смотреть, там, боевиков и так далее. А этот сериал просто вообще идеально шел. Поэтому, девчонки, если вы смотрели или «Мальчишки», «Реальных пацанов», напишите, как вам, потому что мне очень понравилось. Ну и, в общем, все остальное. Я там еще пару вопросов в видео задам, покажу подарки на конкурс. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. И вот, девчонки, показываю, из чего состоит моя так называемая прическа. Здесь не хватает только тоненькой расчески для начесов с острым металлическим кончиком. Но я забыла, куда я ее положила. Первое – это два лака. У одного более слабая фиксация и у другого более сильная. Это все зависит от погоды. Если на улице очень ветрено, тогда я использую вот этот лак. Два вот таких крабика, которые я, кстати, покупала в магазине «Аксессор Айс». Их было, по-моему, четыре. И они стоили в районе то ли 7, то ли 8 евро. Но я по скидке купила, по-моему, за 3 или за 4. Они очень-очень крепкие. Никаких проблем, потому что у меня очень часто волосы тяжелые. Никакие крабики волосы не держат. Здесь механизм достаточно надежный. И вот такой старый мой утюжок. Ему, наверное, лет 300. Он такой допотопный. И марка у него «Северин». У него ничего нет, кроме вот такого кружочка. И кнопки включения. Все. Я про него как-то даже забыла. И не пользовалась, потому что не было как-то надобности. И в последнее время я его сейчас начала. Я накручиваю волосы от себя, как это говорится правильно. И вот, получается, у меня такие волны. И сзади потом двумя крабиками закалываю, чтобы они в разные стороны не торчали. Вот и вся моя прическа. Он, кстати, почта наша. Сейчас зайду. И сейчас я вам покажу посылки, которые у меня были. Первые это от Бандерольки, как я говорила в одном из своих видео, что жду оттуда посылку. Я сейчас особо заострять внимание не буду, только покажу вообще, что мне там пришло. Остальное все будет в отдельном видео, в котором я объявлю конкурс. Это будет на этой неделе, я думаю. Здесь опять у меня, как всегда, куча бумаг о растаможке. Если вы заказываете в Россию вообще, то тогда растаможку вы не должны никакой платить до 1000 евро. У меня начинается с 22 евро. Я в любом случае плачу растаможку. Итак, сначала я, наверное, покажу, что я заказала на конкурсе. В конкурсе будет участвовать вот такой набор из разных популярных марок. Здесь Дебера Липман, потом Тарт, потом блеск еще какой-то очень такого красивого оттенка. Следующее, что будет участвовать в конкурсе, это вот такой набор от Lancome, состоящий из трех продуктов. И также будет помада от MAC в моем любимом оттенке Clean Cup. Так что вот такие подарки будут участвовать в конкурсе. И остальное, что я заказала, я обязательно покажу вам в отдельном видео, в котором буду рассказывать о том, как вообще с этого сайта заказать, какие у него преимущества и так далее. И в конце обязательно будет конкурс. И другая посылка у меня была уже с нашего эстонского интернет-магазина. Они продают, ну, разное нижнее белье, колготки и так далее. И я заказала себе там бежевый бюстгальтер для того, чтобы под прозрачные шифоновые блузки носить. Также вот такое утягивающее белье. Ничего еще не открывала, потому что только недавно получила посылку. И заказала три пары колготок. Хотя я их не особо люблю, но мне почему-то очень хочется попробовать сделать какой-нибудь аутфит с бордовыми колготками. Потому что я видела осенью, это очень красиво смотрится. Поэтому я взяла одни бордовые, другие черные, по-моему, и обычные колготки. И здесь у каждого продукта есть какая-то наклейка. Это проходит компания среди Литвы и Эстонии. Можно участвовать в розыгрыше, если вдруг кому-то интересно. Из Прибалтики я снизу оставлю там вообще, что вообще из себя представляет эта компания. И участвуя в этом конкурсе, у вас есть возможность выиграть каждую неделю по пять комплектов каких-то подарочных. Не знаю, что туда будет входить. И будет объявлен потом в конце победитель. Вы сможете выиграть с другом, не знаю, или с подругой поездку в Италию. И посмотреть на то, как, в общем, производят завод, как производят колготки эти. Ну, я бы на самом деле с удовольствием съездила. Но я участвовать, скорее всего, не буду, потому что меня, в принципе, никогда не везет. Я вчера, кстати, перечитывала комментарии, которые вы писали мне в видео с конкурсом. И там было такое предложение, сейчас скажу. Я себе записала. Называется это видео Focus On. Видео об одной марке косметики. Рассказать про лучшее. Я посмотрела, какой косметики у меня, в принципе, больше всего есть. Ну, чтобы именно об одной марке рассказать. Вот у меня такое количество косметики. Мак есть еще пару бас. Я все не выкладывала. И есть вот столько косметики от Debalm. Также, про что я могу рассказать? Про Too Faced у меня, наверное, наберется большое количество продуктов. Сюда еще не входит румяна, там пудра, потому что я их в магнитную палетку отправила. И если вам вдруг будет интересно такое видео, то обязательно мне об этом скажите. Я сниму. Это не единственные марки, о которых я могу рассказать. У меня также есть и Too Faced. Из муссмаркета, конечно, большое количество продуктов я не наберу. Но вот из таких марок, если вдруг вы задумываетесь о покупке чего-нибудь более дорогого, но не знаете, что стоит брать или нет. И напишите, какие марки вас интересуют. Я просто закажу, потестирую и потом вам уже расскажу. Женя мне сделал подарок на 8 марта. Подарил мне новый телефон. Я снимала в своем видео, по-моему, про новогодние подарки, что мой уже совсем углюченный и постоянно выключается. Но мне девочки писали, что дело в батарее нужно было поменять. Но я с ним два года проходила, в принципе, и можно было уже новый телефон купить. Я как бы сама собиралась. Но вот Женя мне решила сделать такой неожиданный подарок. Мне очень он понравился. Особенно то, что здесь есть функция по отпечатку пальцев. Его можно разблокировать. Надеюсь, никто мне пальцы не отрежет, если телефон спорует, чтобы его разблокировать. И еще здесь очень классная функция в камере. Здесь можно снимать медленно. Я обязательно в конце видео... Это типа slow motion. Я обязательно в конце видео вставлю, что я там наснимала с кошками. Это так прикольно смотрится. Все в замедленном действии. В общем, супер. А так, в принципе, мне кажется, что он абсолютно похож на тот телефон, на предыдущий мой пятый, который у меня был. И не знаю, есть ли здесь новые функции. Все приложения сюда с того телефона как-то синхронизировались. Я не знаю. В общем, все, что у меня было на том телефоне, все сюда перенеслось. Ну и новые какие-то приложения для фитнеса добавила. И вот всякое такое. И он вот золотого цвета. Не знаю, пока он мне не согнулся, не сломался, как все говорят. Это, по-моему, не плюс, а обычный iPhone 6. Да, без плюса, по-моему. Так что огромное спасибо Жене, конечно, за подарок. Потому что этот телефон мне очень нравится. Еще здесь отличный стабилизатор. Даже когда сильная трясучка, он все это переводит, ну, получается все очень плавно. Но, тем не менее, сама картинка не искажается. Это как бы очень важно, потому что я, ну, планирую много снимать на улице. И эта функция мне нужна. Есть сериал, который я смотрю, называется «Бестыдник». Это точно кто-то из вас мне его советовал. Здесь есть 6 сезонов. Он с 2011 года снимается. И этот сериал не подойдет, наверное, тем людям, которые не приветствуют. Ну, то есть даже не то, что не приветствуют, которые... Я тоже не приветствую, когда наркотики, там много секса и так далее. Но просто, если смотреть не с этой позиции, а именно смотреть на то, как люди пытаются в сложных жизненных ситуациях выжить, когда постоянно не хватает денег, чтобы заплатить за то, за это, когда тебе постоянно отключают электричество, и ты ищешь возможности, где бы тебе заработать, то я думаю, этот сериал вам будет интересен. Так что, если вдруг вы его смотрели или посмотрите, то обязательно напишите, как у вас впечатление. Я вчера после первой серии думала, что смотреть его не буду. Но потом постепенно он меня затянул. Вот уже я на шестой серии и вообще не могу оторваться от него.